сейчас проверим настройки и я так понимаю по ответу воли что значит меня обидно слышно все хорошо да да кто имеет такую возможность включать и камеры всегда приятно увидеть друг друга как будто приличной встречи вот у нас тут под 40 градусов хорошо что есть кондиционеры вот но такое прям я выходил на улицу думала лучше бы не выходила с одной стороны думаешь вроде надо воздухом подышать с другой стороны когда жарко то неизвестно что лучше дома сидеть или гулять так минутка другая на сборы пока я вас отвлекаю разговорами даю возможность собраться нам всем ну нас вроде мы поставили такие настройки что можно будет присоединяться к эфиру в любой момент без моего одобрения вот поэтому я надеюсь что проблем со входом не будет запись эфира тоже будет но я думаю у нас будет небольшой эфир потому что мы не будем работать до ничего делать но просто поболтаем и я расскажу про курс до август еще лето еще отдыхаем но тем не менее уже готовимся к новому сезону что-то планируем и для меня август тоже такой месяц подготовки немножко переосмысление потому что я из тех кому не сидится ровно на попе да кто хочет что-нибудь все время менять придумывать скучно когда одно и то же поэтому я в августе всегда стараюсь подумать до распланировать с одной стороны какие-то вот такие флагманские курсы это вот курсы например школа микс меди который раз в год проходит но она уже будет даже в общем-то на старт начнется уже в январе но учебный год будет в разгаре скажем так энкаустика будет уже только после конференции в канаде наверное конец сентября или октябрь вот открывает учебный сезон в моей онлайн школе арт-тренинг и это такой формат достаточно новый потому что если школа микс медиа уже давно идет можно сказать практически самого основания школы до энкаустика тоже я конечно каждый сезон стараюсь их как-то обновить что-то добавить по материалам вот плюс прямые эфиры это всегда такой формат поддержки когда ну всегда они проходят по-разному от того какая группа до того какие работы от того от какого-то окружающего контекста тоже и складываются по-разному вот например у нас сейчас курс вот по абстракции продолжение проект по энкаустики заканчивается да и столкнулись общаясь в чате с таким моментом сразу несколько человек да когда делаешь работу и кажется что она не получается и вот тот момент что делать дальше вот выбросить ее в помойку да а если не выбрасывать то что с ней делать и если ее исправлять то как понять как исправлять как тебя должно осенить что вообще как можно предпринимать какие-то шаги и вот договорились что например на прямом эфире обсудим эту тему поэтому прямые эфиры это всегда очень живой для меня формат конечно я готовлюсь и у меня всегда есть план но как правило я настраиваюсь на конкретные запросы на группу и это все проходит очень индивидуально и вот этот вот арт-тренинг который будет в сентябре его уникальность том что он тоже проходит практически в живом формате и в отличие от обучающих курсов это именно арт-терапевтический тренинг то есть да там есть немножечко как бы обучающего момента потому что я вам рассказываю про свой метод свою методику по созданию работе с арт-картами сейчас я расскажу немножко про этот метод для тех кто не знает вот но это только часть да основная работа и основная на самом деле суть и смысл этого именно как тренинга в том что мы непосредственно с вами работаем в группе то есть это идет артиапевтическая групповая работа погружение себя поиск смыслов поиск опор как бы выстраивание каких-то ценностей вот эти вот все моменты познание себя для того чтобы найти себя и двигаться уверенно дальше вот это вот работа как раз происходит в процессе прямых эфиров и курс идет курс построен таким образом тренинг да что мы встречаемся каждую неделю в прямом эфире и в этом его уникальность потому что каждая группа неповторима и никаких как бы уроков записи там нету то есть там до программа она методически разработанную стоявшиеся но каждое занятие уникально в каждой группе уникально потому что зависит именно от участников но что эта работа и во многом очень индивидуальная работа терапевтическая вижу как раз многих кто выпускников кто уже прошел до этот тренинг и те кто собирается на этот тренинг приятно кстати вот лен ваш отзыв сегодня в презентации использую я сделала презентацию чтобы мне не уходить сильно в сторону и чтобы сказать все что я запланировал сказать про курс кстати интересно было бы узнать в чате пожалуйста поставьте плюсики те кто уже проходил этот тренинг и нолики те кто вообще первый раз о нем слышит интересно сколько кто на встрече выпускников или наоборот больше собралась те кто пойдет что ставить единичку ольда что иду или восклицательный знак вот донин у оксана присоединилась приятно видеть знакомые имена так открыла себе чат и включая демонстрацию экрана мне кажется что для тех кто пойдет наверное будет особенно интересно потому что тоже такое пред такая настройка можно сказать да на на занятия немножечко такое как бы эпилог или как него нет неправильно пролог то есть перед началом некое такое вступление смотрю чат плюсики плюсики восклицательный знак ольга нолик спасибо я вижу наталья подняла руку вы хотите что-то спросить можно до включить а это вместо вы это вместо плюсик поняла спасибо так хорошо разным нас аудитория кто-то собирается кто-то уже прошел но кстати интересно те кто прошел может быть у вас тоже есть какие-то вопросы или хочется чем-то поделиться потому что это такой метод до готов с которым который продолжает оставаться с вами и после окончания курса я знаю что многие после окончания курса продолжают создавать свои карты работать с ними вот это тоже очень здорово для тех кто меня видит впервые или может быть да не знает об этой стороне моей работы скажем так немножко несколько слов о том вообще почему я веду этот курс какого как бы перепону да я профессиональный художник я профессиональный художник-педагог вот на этом слайде собрала такие самые относящиеся к теме дипломы и сертификаты я получила профессиональное художественно-педагогическое образование в свое время и вот счастливо сложилась моя судьба тем что я всю жизнь так или иначе занимаюсь тем чем хотела и чему училась и я благодарна за это богу и каждый раз радуюсь этому факту вот но тем не менее учиться обучение это такой процесс на самом деле бесконечный на мой взгляд и как говорится нет предела совершенства и поэтому я всегда тоже не упускаю возможности чему-нибудь научиться где-то прокачать свои навыки к тому же педагогическая деятельность да и художество любая мне кажется профессиональная деятельность она всегда идет тоже в каком-то определенном контексте и как ты можешь преподавать что-то или заниматься там со студентами с учениками если ты не в курсе каких-то обновлений каких-то новых трендов новых течений когда ты не знаешь ничего про новые материалы конечно это сильно обедняет твою практику как специалиста и поэтому я за то чтобы всегда вот при возможности и обмен опытом с какими-то другими коллегами художниками и прохождение каких-то которые подходят мне по теме курсов или прослушивание каких-то лекций а в последнее время тоже стараюсь регулярно про тренды в современном искусстве слушать какие-то лекции и сейчас очень благодаря развитию онлайн обучения конечно сейчас очень много очень разнообразные интересной качественной информации тут конечно всякого много и бывает и не качественная и непрофессиональная но все мы как бы люди разумные да и каждый ищет то что он найдет и на самом деле качественной хорошего уровня информации тоже достаточно много есть из чего выбирать и что найти вот но кроме того что я художника и учу людей декоративным техникам учу изобразительным техникам мы создаем на мастер-классах и курсах интерьерные картины я еще и арт-терапевт это было тоже таким закономерным продолжением моей такой арт деятельности потому что я на своем опыте уже даже преподавание которое больше 14 лет видела как занятие искусством меня людей как они помогают им в разных ситуациях и безусловно для меня совершенно был очевиден вот этот арт-терапевтический эффект искусства поэтому я закрепила да я развил решил развить свои навыки и в этом направлении узнать больше хотя конечно когда получаешь педагогическое образование у нас обязательно тоже есть курс психологии не только методики вот но тем не менее я прошла специальный профессиональный курс по арт-терапии александр иванович копытина это один из основоположников арт-терапии в россии и у него очень очень глубокие исследования на эту тему и очень такой серьезный курс вот также мне очень близок но арт-терапия это в общем то уже конечно ближе психологии и терапевтическому процессу непосредственно во многих странах арт-терапия навнесена в общем даже в реестр медицинских назначений до когда могут прописать арт-терапию тех или иных ситуациях вот поэтому конечно у меня есть определенный тоже интерес именно в психологическом подходе и для меня это конечно близок этот подход психологический который я практикую это экзистенциальная арт-терапия тоже прошла именно по этому направлению курсы и плюс мне мне очень нравится как специалиста альфред ленгли это ученик виктора франкла экзистенциональный психотерапевт который в общем-то развил это направление актив и продолжает он с слава богу еще с нами и даже можно у него посмотреть его онлайн лекции и даже поучиться и вот я принимала тоже участие в его курсе по дистанциальному коучингу вот поэтому этот арт-тренинг он взялся как бы не с потолка это очень как бы и не просто вот захотела то что-то нахваталась где-то как-то и думала дай-ка я пройду нет это было все очень закономерно и сознательно и в принципе как раз все вот эти этапы обучения в арт-терапии то что я взяла из разных методов пока училась то что то над чем я работаю как художник а это именно влиянием исследует как художник влияние эмоционального влияния цвета да все это и кстати тоже очень много моментов которые обучаясь арт-терапии да я на свое творчество и на техники микс-медиа тоже взглянула на с другой стороны насколько техники микс-медиа наиболее арт-терапевтичны скажем так и насколько они созвучны вот этому направлению например каким-то важным таким моментом нарративом так например в арт-терапии до считается важным что человек выбирает и немаловажно да какой материал для работы он выбирает акварель или масляную пастель или акриловые краски или коллаж да каждый материал он не только имеет свои какие-то выразительные изобразительные свойства но он еще имеет и свои терапевтические свойства он имеет еще свою аллегорию скажем так определенную вот и вот это вот все как бы через это через призму вот этого понимания стало очень интересно смотреть конечно на то что мы делаем микс-медиа насколько действительно как одна моя подписчица написала зачем как бы какой-то еще дополнительный тренинг например психологически если творчество она сама по себе и микс-медиа но арт-терапевтичный какой-то степени она права потому что действительно занятие микс-медиа и во-первых то что она доступна любому человеку в том числе не имеющего специальных профессиональных навыков изобразительных да не умеющего рисовать не имеющего какого-то опыта не проходившего художественной школы линии владеющий академическим рисунком живописью да позволяет на любом уровне не владение или владение этими навыками выразить себя причем выразить себя достаточно быстро а сейчас особенно вот в мире современного искусства мы видим что концепция вот это вот проявление себя искреннее до проявления себя и концепт они важнее и идея они важнее техники да безусловной мастерство исполнения имеет роль но важность вот этой вот академической техники академических навыков рисования она уходит уже с первых позиций смотря какое мы возьмем искусство contemporary art или какое-то другое направление конечно файн-арте академические навыки рисования по-прежнему занимают важное значение поскольку там такая ниша а в contemporary art они например вообще иной раз могут не иметь никакого смысла да например художник работающий с инсталляциями перформансами видео артом да ему не надо уметь не надо владеть навыками академического рисунка например или живописи вот более того художник выступает как как носитель вот этой идеи как некий режиссер своей работы вот как режиссер да он увидел у него есть идея у него есть потребность о чем-то поговорить со зрителем и дальше он уже находит средства как это сделать и более того он может до найти эти средства уже готовые решения при тот же калаш он нам позволяет использовать готовые какие-то изображения до которые могут быть и в разных техниках это могут быть и кусочки каких-то на собственных работ это могут быть и какие-то полиграфические до элементы какие-то репродукции и прочие какие-то найденные элементы и и так далее так далее да и тут опять таки тоже не надо уметь рисовать и так далее вот поэтому вот эта доступность современного искусства и смешанных техник она дает действительно возможность каждому погрузиться в процесс творения в процесс созидания и это действительно очень целительно и сама вот эта возможность высказаться через искусство она очень ценна для проработки проживания каких-то эмоций для внутренней гармонии для освобождение успокоение и так далее так далее то есть это тоже один из таких очень гуманных очень гуманных очень экологичных способов проживать заниматься искусством проживать свои травмы проживает свои потери проживая свои какие-то сильные эмоции поэтому ушла куда-то все таки я глубину вернусь к презентации вот но я хотела сказать тому что как раз вот этот вот метод арт карт то что мне хотелось него воплотить как раз вошли вот эти все вот мысль этот новый взгляд на микс медиа на то как с помощью с помощью тех изобразительных техник которым применяем в микс медиа мы тоже можем прорабатывать какие-то свои внутренние запросы внутренние проблемы и те знания которые я получила именно в психотерапии в психологии связанные с проективными методами до с рефлексией и основные как раз собственно говоря что на чем основан метод и почему арт-карты основные техники которые на которые на которые я опиралась до создавая этот метод свой это работа с метафорическими картами маг карты и я думаю что многие из вас знают этот инструмент да они сейчас очень популярны и очень распространены единственное что не надо путать маг карты с различными картами гадальными игровыми какими-то или картами таро это немножечко другое метафорические карты они как раз были созданы первые метафорические карты были созданы художником для того чтобы сделать искусство ближе как бы к людям и уже тоже в коллаборации скажем так с психологами этот инструмент он как бы вот за счет опять-таки проективных техник за счет рефлексии за счет тоже для работы в группах очень хорошо подходит этот метод когда на одни и те же образы мы можем каждый там и увидеть свое и откликнуться по-своему и что-то друг другу подсветить поэтому маккарты очень хорошо активно эффективно используется в групповой работе вот и этот метод он был собственно говоря внедрён очень активно в работу психологов и коучей вот и в индивидуальную и в групповую как раз в этом методе есть как бы свои плюсы есть какие-то возможно свои минусы но вот один как бы не то чтобы это минус но специфика того что это все-таки какие-то готовые образы все равно кем-то нарисованы до кем-то сгенерированные каким-либо образом вот и мы это уже как бы у нас получается вторичная реакция есть мы уже имеем некий готовый как-то чей-то образ на который мы даем свою внутреннюю реакцию на который наше подсознание как-то срабатывает за что-то цепляется до что-то вот триггерит вызывая определенные ассоциации определенные образы и помогая взглянуть на какую-то аллегорически конечно какую-то свою ситуацию или свой запрос вот а вторая методика метод который на которой опиралась создавая арт-карты это соу калаш а это авторский метод его разработала Сина Фрост это американский психолог психотерапевт и вот в 80-х годах 20 века эта методика была и разработана где тоже хотелось соединить да все свои наработки и творческие то есть как в арт-терапии и какие-то духовные поиски смысла и каких-то ценности до в жизни вот и именно как вот терапевтический динамический процесс и групповая работа вот там ее метод поскольку на авторские он включает определенную свою как бы систему и определенную работу с образами архетипами по группам то есть там есть своя структура создание этих карт частично какие-то как бы приемы и какие-то подходы из этой техники я взяла тоже как бы переработала как-то творчески по своему и включила вот в этот вот свой метод арт-карт вот ну и конечно туда ваши вошли все вот эти вот мои открытия инсайты про микс-медиа про смешанные техники которые в общем как я сказал которые вот пришли в момент занятия арт-терапии я поняла что микс-медиа это просто клад для арт-терапии и в том числе то что в микс-медиа ведется работа многослой это то что микс-медиа может дать в арт-терапии это многослойность это когда мы ведем работу слоями и мы можем фактически вот в этих слоях то сделать очень глубокую работу на самом деле проводить постепенно раскрываясь когда одна один элемент цепляется с другой подтаскивая что-то и раскрывается как бы тема даже если мы изначально это не планировали за счет этого многослойности за счет вот как бы использование тоже вот разных элементов очень раз в том числе найдены каких-то личных моментов там может быть много в микс-медиа и это все позволяет сделать работы очень личными очень глубокими и раскрыться на уровне вот по созданию просто вот смотрю картинки смотрю элементы подбираю фон подбираю какой-то образ подбираю какой-то кусочек какой-то небольшой декоративный элемент и все это как пазлы как мозаика слой за слоем начинает складываться в какой-то невероятный нам кажется неужели как бы это я делаю какую-то картину да и при этом это раскрывает вне зависимости от нашей логики до наших каких-то вот таких логических мыслительных процессов а именно на интуитивном уровне раскрывает какие-то наши скажу так глубокие сущности какие-то вопросы какие-то темы которые нас волнуют это нам позволяет тоже как раз все это раскрыть даже не анализируя это вот только на таком чувственном уровне вот она и конечно из микс медиа я взяла вот это смешение в арт картах то есть если в соул коллажа сена фрота предлагает работать именно с техникой коллажа классической такой более да вот у меня как раз понравилась идея что можно сделать эти карты смешанные техники то есть как раз использовать вот то что я делаю и делать мои ученики и коллеги в микс медиа соединяйте техники не брать какую-то конкретную технику не рисовать эти карты не делать чисто коллажки осоединить соединить такую экспрессивную какую-то абстрактную работу например с цветом и вот эти вот готовые найдены элементы образа виде коллажа и как раз соединить это слоями чтобы дать возможность как можно больше раскрыться тому о чем мы не можем сказать на вербальном уровне о том о чем мы даже может быть не можем подумать если например вот чем хорошо хороша арт-терапия в плане вот именно психотерапия в том что арт-терапия позволяет без слов проявить что что тебя волнует и когда ты это проявил увидеть на то есть сделать для самого себя но и для своего терапевта явным какие-то свои внутренние запросы внутренние проблемы до потребности сделать их явными проявить то когда например вот трудно с детьми вести какой-то осознанный глубокий диалог или например наоборот людьми у кого скота у которых проблемы с когнитивными функциями тоже бывает психотерапевту трудно выстроить какой-то диалог скажу так словах да потому что в этой ситуации люди не всегда могут рассказать и не всегда хотят рассказывать тут еще и включается сопротивление да не всегда могут не всегда хотят рассказывать вроде вопрос да зачем человек приходит на терапию значит ему это нужно да нужно но чтобы что-то рассказать словах вот так вот искренне открыто это надо уже как бы иметь определенный уровень доверия к тому специалисту которому ты пришел надо чувствовать себя довольно комфортно чтобы это сделать и это далеко не так просто создай специалисту создать такую среду человеку так вот прям расслабиться раскрепоститься чтобы начать о чем-то говорить а когда мы что-то творим нам не надо ничего говорить мы можем через цвет через вот эти вот как раз коллажи рассказывать то что мы словами даже бы не допустили мысли об этом допустим говорит мы даже не думали что это в нас есть то есть это вот такой вот на уровне именно выхода подсознание минуя психологические защиты и сопротивления вот поэтому арт-терапия она вот так эффективно и и практически во многих очень психологических подходах благодаря вот этому эффекту используют да когда давайте сопротивление когда вот ну трудно о чем-то говорить тема какие-то но вот об этом можно что-то творческие то выразить и более того после того как ты это выразил ты опять-таки можешь не говорить про это потому что это может быть уже то что ты увидишь это уже может быть довольно сильным шоком на в работе для человека и специалист может даже дальше не продолжать терапевт как бы что-то обсуждать да здесь человек не хочет но вот сам факт что человек это увидел то есть то есть увидеть это значит какой-то степени это начало осознания то есть это проявилась ты это увидел ты это осознал и это уже можно сказать большая часть работы проделана потому что то что мы осознаем она на самом деле несмотря на то что казалось ну и что но но вот в на практике в жизнь на это очень сильно может менять нашу жизнь влиять на наши поступки влиять на наше настроение и как бы скажем даже не рефлексирую по поводу своего творчества а просто вот выразить что-то даже если ты но хорошо в работе специалистов он тебя наводящими вопросами может подвести к тому что ты лучше увидишь что-то такое нарисовал но даже если как бы ты вот просто вот к вопросу о том что если я занимаюсь искусством зачем мне терапия нужна ли она вот если я занимаюсь искусством это мне позволяет в какой-то степени высвободить свое подсознание поработать на неком глубинном интуитивным чувственном уровне самим собой но это как бы на этом может и закончится да я не пойду дальше ну я как бы сделал я выпил таблетку от головы мне у меня головная боль прошла и все и мне хорошо но он заболит опять я опять таблетку выпью вот это ну может быть такая как бы условная аллегория но вот работает примерно так а когда мы к этому подключаем артерапевтические инструменты как вот например в этих арт-картах да я соединила творческую работу со смешанными техниками микс-медиа соединяя акриловые краски и коллаж да и подходы именно терапевтические то есть в работе это уже работа с раскладом рефлексии разговор с этой карты вот эти вот техники именно уже психологически они позволяют тебе не просто чтобы прошла головная боль а понять почему голова вообще заболела ну да вот и сейчас выпил таблетку тебе стало легче но ты же не знаешь ты же не решил проблему и просто снял симптоматику а для того чтобы голова в следующий раз больше не заболела надо понять а почему она вообще заболела да может быть там не знаю нарушение какого-то кровообращения тогда надо там что-то там может быть там сосудами массаж и йога я не знаю мануальной терапии то всякие разные там методы могут быть решение этой проблемы а может быть это вообще какая-то проблема не связанная с этим а связанные с какими-то гормонами а может быть это вообще какой-то вирус да и голова болела потому что какой-то вирус подхватил то есть причин почему заболела голова масса поэтому причин что когда нам плохо да или когда нас приполняет эмоции или мы чувствуем какую-то дисгармонию внутри их может быть много очень много разных и и да мы можем взять краски мы можем взять калаш мы можем дать выход всем этим переполняющим эмоциям нас и нам станет легче безусловно и мы себя поддержим и мы найдем ресурс мы успокоимся но это вот как вот эта таблетка от головы это не даст нам возможности понять почему так произошло чтобы в следующий раз скажем так сработать на опережение чтобы это уже не происходило вот а подключая работу с теми же арт-картами как один из метод арт-терапии то есть подключая именно арт-терапию мы пытаемся понять причины которые приводят к этому ощущению дисгармонии к этой переполнение к этому еще какому-то неприятному ощущению может быть какой-то апатии наоборот отсутствие ощущения пытаемся докопаться до причин понять причины увидеть причины и поэтому вот этот метод работы с арт-картами он получал получился очень такой глубокий и поэтому он больше чем просто вот занятие творчеством хотя коллажные навыки на этом курсе тоже очень неплохо прокачиваются итак из чего же состоит этот курс так часто я подождите выдела что в чате несколько сообщений сейчас посмотрю если какие-то вопросы по теме светлана спрашиваю что сегодня будет или вы просто расскажите нам что такое арт-терапии как вы ее любите это я уже рассказал вот про арт-терапию он периодически рассказываю не так много потому что конечно художественная часть скажем так моей жизни она занимает большее место вот но арт-терапию действительно люблю и считаю просто ее очень полезной и в том и в плане как раз мне как художнику арт-терапия и занятие арт-терапии и работа в терапии с моим я тоже работаю с психологом с моим учителем и она тоже экзистенциальный арт-терапевт поэтому я эти методики и на себе тоже все можно сказать испытала я хочу сказать что это не только помогает ну просто как бы по жизни до решать какие-то свои эмоциональные проблемы развивать свой эмоциональный интеллект повышать уверенность себе да то есть какие-то такие моменты ценности своих как держаться ценности и сохранять такую верность себе и опоры но и как художнику это очень помогает потому что мне очень много дала арт-терапии именно как художнику я по-другому взглянула на те же кризисы свои там по поиску собственного стиля до по работе опять таки по выбору цветов по работе с цветом и выбор цветовых сочетаний я на все это стала смотреть несколько иначе и это взгляд как раз более широкий как ну как бы скажем так более глубокий или более трехмерные это тоже дало вот это соединение когда ты какие-то вещи понимаешь на стыке а вот поэтому этот опыт он безусловно арт-терапевтический безусловно обогащает не только как личность человека но и творческого человека оно вот в его творчестве и в его вот собственном таком поиске аутентичности она очень много дает и даже первую группу которая запускала по этим арт-картам я ее как раз даже называл мой уникально не внутренний мир а творческий мир потому что изначально я ее создала для творческих людей которые скажем так чаще обычного понимают что они в поиске себя для них очень важно вот это вот собственное самовыражение и плюс еще очень важно понять какое творчество занимает место в жизни что с этим делать особенно для людей непрофессионалов до понять там стоит этому творчеству сколько этому творчество уделять внимание какую роль она играет в моей жизни что она мне дает и что я должен этому дать и вот на все эти вопросы как раз тоже мы на тренинге себе отвечаем вот но потом просто как раз опыт первой группы показал что тренинг намного глубже дает проработку и именно вот такую внутреннюю личностного вот поэтому уже я изменила немножко название назвав его внутренний мир потому что на самом деле эта работа с арт-картами может быть очень интересна и полезна не только творческим людям но и вообще всем и у меня была живая группа из участниц там только одна участница была творческая все остальные были совсем не творческих на направлении как бы девушки женская группа была вот и очень хорошо этот метод как раз сработал была очень такая выраженная динамика в группе но там еще конечно надо учитывать что это была живая группа вот поэтому сегодня да как и заявлено было в анонсе я рассказываю про вот этот курс мой уникальный внутренний метод про свой метод арт-карт как раз чем он отличается от метафорических карт потому что да с одной стороны можно назвать эти эти карты собственными метафорическими картами но с приставкой собственные да потому что метафорические карты это готовые образы те карты которые мы делаем на этом курсе это лично ваши карты да они они вот так как они работают для вас они не будут работать для другого человека то есть особенность этих арт-карт не в том что они могут работать для вас как метафорический карт а в то что вы их делаете сами вот то что я говорила что когда мы берем маккарты это готовый кем-то созданный образ да то когда вы сами делаете эту карту через свое взаимоотношение с цветом выбирая цвета для этой карты через найденные образы в тех же журналах газетах в любой печатной продукции да то есть мы используем работу с цветом краски акриловые на занятиях и мы используем коллаж это какие-то журналы газеты где мы собственно говоря находим какие-то образы которые откликаются по запросу по теме по ситуации вот и вы сами создаете этот образ не кто-то за вас создал а вы интерпретируете и рефлексируете на эту тему а вы изначально вот самых первых красочных нот это получается очень уникальная очень личная карта про вас самих то есть такой вот скажем так максимально аутентичный отпечаток вашей душе получается в такой карте и поэтому они могут работать гораздо глубже чем те же метафорические карты и они могут быть вот именно действительно вашими прям личными такими помощниками и корями ориентирами другие так не сработают вот поэтому да отвечая на вопрос светланы рассказываю про карты про их особенность рассказываю про курс потому что именно с этого курса начинается новый сезон и 11 сентября как раз на слайде вот уже можно увидеть все это информационный слайд открыла как будет проходить этот курс если у вас вы пришли на эфир у вас есть какой-то вопрос который бы вы хотели мне задать то безусловно в конце я отвечу на все ваши вопросы вот но сейчас я вот пока еще хотела немножко рассказать про курс потому что есть да те кто на него собираются пойти и про арт карты чтобы до чтобы поделиться с вами этим чудесным инструментом заинтересовать чтобы вы знали что есть такие возможности у микс медиа очень глубокой работы очень личной работы которые в принципе вам могут быть тоже доступны почему нет так но это информация про тренинг все больше пока вопросов я в чате не увидела если что пишите в чат или поднимайте руку так и так мне кажется что я уже хорошо рассказала против чем отличается арт карты и что этом такого она придумывала конечно в процессе когда мы на тренинге с участниками группе создаем эти карты то но вообще отпадают всякие вопросы становится как бы понятно что и как и это не сложно и это просто интуитивно очень как бы органично на все получается вот и не было пока еще ни разу случае чтобы у кого-то там что-то не получилось потому что в арт терапии вообще нет такого понятия как бы красиво некрасиво получилось не получилось да потому что там важен именно сам процесс и безусловно как раз в арт картах очень важен процесс создания карты и каждую встречу на каждый прямой эфир мы создаем такую карту то есть я озвучиваю тему у нас есть определенная структура курса структура курса построена на таком исследовании по принципу и кигай это тоже такая еще интересная японская до философия по поиску как раз предназначения и смысла жизни и там мы создаем свою начинаем свою создавать колоду карт по структуре и кигай и и прорабатываем эти четыре темы для того чтобы за счет как бы создания этих карт за счет вот как бы проработки этих тем именно на таком творческом уровне интуитивным подсознательным увидеть вот эти четыре стороны своей жизни свое предназначение да то что я люблю то что я умею то чем я могу быть полезен миру вот кстати четыре этих вот составляющих четыре стороны и кигай они очень перекликаются с четырьмя опорами до экзистенциальной терапии тоже то что я могу да то что я хочу то что я должен да и то что я имею возможность вот эти четыре как бы таких экзистенции до четыре таких стороны бытия они очень перекликаются четырьмя сторонами кигай когда тоже там говорится о том что темы до что я люблю что я имею возможность делать за что я могу получать деньги да и что я могу дать этому миру когда вот эти четыре стороны жизни они прям вот можно прям четкие параллели с этими экзистенциями провести и в итоге если как бы до прокачать вот эти все четыре стороны и арт-карты позволяют это сделать как я уже сказала очень экологично и очень интересно это делать потому что здесь присутствует не только творческий процесс но еще и игровой в какой-то степени процесс такая может быть немножко психодрама даже в чем-то вот и все вот это сочетание весь этот такой вот микс как я люблю смешать какой-нибудь такой микс поинтереснее по насыщеннее он конечно дает очень хороший эффект и так а лода карт которую вы создаете на курсе она работает по жизни и вы за время наших занятий достаточно владеваете техниками и приемами работы с этими картами чтобы продолжать самостоятельно с ними работать продолжать делать дальше карты сами сами как минимум 10 карт мы делаем на курсе потому что это связано непосредственно с работой прямом эфире то есть мы в прямом эфире встречаемся да и я что-то объясняю тему мы на нее настраиваемся мы создаем арт-карту и даже если мы успеваем и рефлексируем и анализируем то что у нас получилось вот но я всегда говорю что на этом тренинге лучше всего конечно приходить именно на прямые эфиры потому что это сразу идет такая несмотря на то что это онлайн курс все равно в прямом эфире обмен энергиями больше безусловно некий энергетический фон вот это вот присутствие группы присутствие меня как специалиста да вот в вашем процессе она в прямом эфире все-таки чуть больше ощущается чуть как бы больше может быть работает хотя безусловно записи эфиров я сохраняю и у вас на платформе школы в личных кабинетах есть возможность смотреть записи если вы не успели досмотреть там нужно было уйти или вы не смогли поучаствовать прямом эфире записи остаются по ним можно работать и у нас безусловно как чесит по поддержке также работает телеграм-чат закрытый где можно показывать свои карты обсуждаете с группой потому что это работа в группе и чем больше вы друг с другом что-то обсуждаете тем безусловно для вас эффективнее этот тренинг будет вот поэтому конечно закрытый чат и тем не менее момент приватного общения там вот как бы обсуждение со мной тоже присутствует в вашем личном кабинете потому что система отчета где вы можете что-то написать то что может быть хотите не сказать там или написать только мне да и получить от меня какую-то обратную связь вот после окончания курс длится вот одно занятие в неделю это больше чем просто терапевтическая сессия это не час это два с половиной часа потому что мы непосредственно в эфире создаем карту на это тоже нужно время на эту работу поэтому примерно два два с половиной часа каюсь иногда бывает что чуть задерживаемся вот но стараюсь укладываться во время и вот раз в неделю вот эти два с половиной часа мы работаем в эфире потом вы работаете продолжаете дома до следующего эфира и вот так вот два месяца вы как бы мы погружены в этом процессе происходит определенная тоже динамика от первого занятия к последнему занятию и вы уходите с колоды своих вот с минимальной колоды своих карт которые можете уже развивать и создавать дальше самостоятельно и пользоваться этим методом использовать даже в своей работе либо для себя как в творческом плане вот либо там для себя в какой-то своей другой деятельности я знаю что многие берут на вооружение и доступ поддержка с окончанием курса двух месяцев поддержка моя на этом тоже заканчивается она идет именно в таком формате онлайн но доступ к записям у вас сохраняется без ограничений во всяком случае пока пока платформа дает возможность это делать ваш доступ не ограничивать да оль наташа а какие как лучше на каком формате лучше делать а5 или а6 ну вот мы еще как раз когда мы начинаем тренинг мы на первом занятии установочным таком мы все равно еще говорим какие-то организационные моменты безусловно это все обсуждаем но здесь поскольку вот скажу так в мак картах есть строгий размер размер фактически чуть больше игральной карты вон там такой в соул коллажи тоже есть строгий размер поэтому поскольку это авторский метод то там есть размер в дюймах до который рекомендует автор сина фросты если перевести сантиметры то это вот примерно 13 на 20 сантиметров вот но в арт картах их суть в том что вы вы их делаете для себя да под себя и главное чтобы они все были одинаковые какой вы размер возьмете это тоже такой момент очень показательный будет для вас потому что в последней группе у нас тоже была да ситуация по моему наталья даже у вас да не помещалась в маленький формат или не у вас я могу уже конечно путать вот и наоборот там вот у наталья стрельцова у нее были карты и было удобно очень комфортно работать формате открыточным таком то есть это где-то формат получается а6 и у нее все карты были формата вот а6 то главное тот формат который выберите его держаться и помещаете ли вы все что как бы вас приполняет этот момент в маленькую карту или вы понимаете что в нее никак не вмещать и выбираете размер чуть больше это тоже такие вот интересные марки над которыми можно подумать вот почему допустим вы выбрали такой формат и комфортно ли вам в нем работать вот но на данном этапе вы можете просто без какого-то там глубокого анализа просто посмотреть может быть вы выберете этот формат потому что он у вас уже есть как пачка этих вот например нарезанных уже картонок формата а6 да она у вас уже есть ну и прекрасно у меня была вот просто поскольку я на курсе арт-терапии да я мы там проходили соул коллаж у меня уже были карты сделанные в соул коллаже и я просто решила эту колоду продолжать уже в своем методе и поэтому арт карты я сделала примерно вот в том же размере 13 на 20 сантиметров примерно вот уже чтобы чтобы я могла соединить эту и другую колоду тут важно просто чтобы они были одинаковые по размеру чтобы вы могли с ними работать потом в раскладах вот а если у вас там формата ну и конечно очень большого больше чем вот ну вот 12 на самом деле на 13 на 20 там на 21 это вот но практически опять чуть меньше они чуть более вертикальные чем опять и ну довольно удобный размер довольно вместительные в него очень можно много нам впихнуть но с другой стороны достаточно компактный чтобы например куда-то там взять с собой или разложить на столе потому что конечно если вы возьмете там формат какой-нибудь там а4 то вы просто эти карты будет неудобно работать с ними как с картами вам 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 неудобно будет найти пространство где вам стола не хватит чтобы их разложить понимаете вот поэтому я вот предлагаю где-то вот не больше чем опять вот между этими форматами а вот этот плюс минус сантиметр это как вам удобно вот их резать или если у вас есть готовые какие-то такое и берете размер главное одинаковые так ну вот про то как будет проходить я сказала да раз в неделю встречи в 19.00 опытным путем мы я поняла что это самое обычно удобное время несмотря на ну те кто работают конечно бывает иногда вечером тяжело но я вам хочу сказать что опять таки в этих занятиях все даже кто после работы приходил вечером уставшие вот я помню тоже кто-то там говорил что там вот я сегодня так устала голова болит но ты начинаешь работать и арт-терапия работать да и ты как бы вместо того чтобы устать еще больше да ты наоборот набираешься ресурсы отдыхаешь вот поэтому не волнуйтесь ну на крайний случай всегда его можно будет посмотреть запись но в принципе вот вечером удобно потому что как раз уже скажем так какие-то рабочие рутинные моменты они все остаются уже позади и вечер хороший такой тоже время для какой-то рефлексии за день до чтобы немножечко успокоиться и в какой-то степени работа с арт-картами может даже вас помочь подвести итоги и настроиться на отдых в какой-то степени вот так что в этом плане это время на мой взгляд самое удачное ну для большинства и ну раз в неделю это достаточно потому что многие потом не успевают полностью сделать карту на занятии заканчивают еще потом плюс вы еще можете на одну тему делать не одну а несколько карт мы про это тоже будем говорить я сказала что восемь вот десять карт нас даже даже на этих восьми сессиях там десять получается вот но в принципе даже вот восемь это такой прям минимум море а так у многих получалось как минимум там по двенадцать по шестнадцать карт вот как раз отзыв ларисы по итогу тридцать пять карт то есть настолько она погрузилась вот настолько захватила этот процесс ну конечно она продолжала то есть по итогу у нее сейчас тридцать пять карт то есть она закончив курс она просто продолжала их делать потому что там есть разные ситуации да и на ситуацию можно делать карту на запрос можно делать карту как совет как помощь некая самопомощь что тоже важно то есть меня уже может не быть рядом но карты все равно вы уже знаете как они работают вот я уже вас этому учу и вы уже этим продолжаете пользоваться и вот как раз о том что дает этот курс да и зачем он нужен и что он может давать как раз вот специально ну не все но три отзыва выбрала потому что в них как раз вот это все прописано именно участниками они сами говорят что они получились поэтому скажем так мне не обязательно делать какие-то буллиты а можно просто вот прочитать эти отзывы но во первых что а получается что большинство продолжает работать с этими картами и вот ну лариса уже меня переплюнула несмотря на то что я продолжаю тоже сама делать свою колоду но у меня сейчас я скажу сколько у меня карта у меня по моему двадцать 20 у меня всего двадцать карт в колоде вот а лариса уже 35 вот поэтому сколько карт то есть их можно продолжать делать всю жизнь такой инструмент сам по себе очень интересные очень рабочие и не теряющие своей актуальности и старые карты остаются актуальными но при этом вы всегда можете продолжать делать новые вот и вот например да про то что я говорю что это некий все-таки новый немножко подход этот за счет вот такого смешения подходов методов и техник на грани на границе на пересечении это некий очень новый опыт и как новый опыт он тоже дает вот какие-то свои инсайты как говорится когда мы пробуем что-то новое то развиваются нейронные связи да вот поэтому это я вам гарантирую тоже попробую новый некий опыт пережить и прочувствовать его на себе да эффект вот и вот как раз про то что я говорила что эти карты они остаются рабочими и лариса пишет что вот арт-карты стали помощниками советниками вдохновителями как разговор с самим собой а вот я хожу на йогу да и мой йога инструктор начать скажешь тут когда вот встать на коврик да это не просто физические упражнения а это вот такое вот время для себя время прислушаться к своему телу со настроиться со своим телом почувствовать свое тело вот арт-карты они тоже в какой-то степени это время вот на такое вот время на себя на то чтобы уделить какое-то время разговору такому очень честному очень искренним и открытому разговору с самим собой вот мы же часто живем вот в этом формате как скарлетт хара да у меня столько всего у меня столько нерешенных вопросов у меня столько что я подумаю об этом завтра я не буду сейчас анализировать эти эмоции я не дам этим эмоциям ходу да потому что у меня слишком много дел сочка много забот мы не даем себе времени почувствовать что-то мы потому что мы вынуждены эти все чувства загонять устранять чтобы решать какие-то насущные проблемы и даже какую-то обычную рутину поддерживать но на самом деле такой путь истощения обязательно надо иметь какое-то время на то чтобы дать себе возможность ничего не делать для того чтобы дать вот в этой какой-то паузе в этом выдохе органичном выдох наша жизнь она вдох и выдох и вот этот вот разговор с собой вот эта возможность себя услышать через тело через душ через творчество вот эти вот минуты для себя какие-то с чем бы мы не сонастраивались но именно с собой не буду в каком бы аспекте они очень важны и очень нужны потому что это как раз нам и позволяет как бы не терять себя не терять свои то что нам важно то что нам ценно слышать себя не проваливаться в то что жить чужой жизнью делать то что ты не хочешь да почему это происходит потому что мы не сверяемся с собой в какой-то момент по инерции можем куда-то как бы не в ту сторону сойти как бы где-то заблудиться потеряться потому что теряем вот этот контакт самим собой своим внутренним ощущением на карты тоже позволяет этот контакт поддерживать и вот в такой довольно понятный и очень творческой приятной форме провести такое время с собой и безусловно конечно это дает это дает очень глубокий уровень проработки это дает очень много каких-то собственных открытий я может быть даже про них и не узнаю и вам не обязательно мне про них говорить да то есть я с этой точки зрения как бы вас направляю но вы как бы сами получаете ответы на свои вопросы не я вам как бы что-то рассказывала получается что за счет работы с картами вы сами получаете ответ на свои вопросы себя же сами это тоже очень ценно и важно это не имеет ничего общего с каким-то волшебством и эзотерикой хотя часто похоже похоже потому что на интуитивном уровне мы мыслим в разы быстрее чем на логическом уровне вот но этот процесс мышления он не разложен для нас по полочкам поэтому мы как будто моментально перешал перескакиваем из точки а в точку б и поскольку могут эту цепочку не не успеваем отследить нам кажется вау я уже тут я уже что-то там получил вот но это происходит не из-за волшебства из-за того что просто происходит очень быстро на как раз уровне подсознание на уровне эмоций и чувств и там совсем другие как бы скорости процессов вот поэтому когда мы работаем опираясь вот на эти процессы то иногда не сильно кажется каким-то волшебными а вот но в том числе вот елена например в своем отзыве до отмечает что она очень любит коллаж и работа с арт-картами для нее была очень хорошей коллажной практикой и она очень узнала натренировала скажу так коллажную мышцу изучил какие-то новые техники приемы создания коллажей поэтому из свое время тоже маша декунова тоже не разговаривала что вот ей и и это очень в плане как бы коллажа и когда поиска каких-то своих приемов коллажа и это очень вот могло поэтому возможно действительно как бы вы прокачайте может быть найдете какие-то свои изобразительные приемы не только коллажные потому что мы много работать будем светом возможно вы найдете какие-то для себя новые фишки в цветовых сочетаниях возможно у вас поменяются какие-то цветовые предпочтения и фавориты и вы для себя откроете какие-то новые оттенки то есть вот это вот работа на сочетании творческого процесса и терапевтического процесса они действительно несут очень много осознания очень много открытий а поскольку эта работа идет от самого нуля именно изнутри то это будет ваше личное открытие создание ну и вот елена пишет что результатом было обретение душевного равновесия открытие себя новый как знакомство с собой опять заметьте до разговор самим собой знакомство с собой конечно вот за счет этой личной работы здесь очень будет много именно личных открытий и вот тоже елена отмечает что карты стали советниками такими по жизни для нее и еще вот один отзыв наталья стрельцовой она тоже пишет что даже не ожидала что этот эти карты да и казалось бы ну как бы творческая ну игры мы баловство такой да и очень многие кстати приходит на курс даже не думают что будет такая глубокая работа внутренняя вот конечно это происходит динамики может быть не с первой карты но поскольку у нас все таки вот почему этот курс два месяца почему мне месяц почему это не один вебинар какой-то хотя вебинары такие знакомительные я тоже как бы проводила и не один раз и нас практики есть от практики мы в клубе проходит регулярно но курс групповой курс он тренинг да он очень хорошо хорош тем что там выстраивается динамика потому что идет регулярное погружение в этот процесс регулярная работа и это просто набирает определенный потенциал набирает определенное раскрытие и вот происходит вот этот вот нарастание эффекта как в любом деле до занимаетесь ли вы спортом или там в школе микс меди да мы отмечаем наши первые работы и последний работ чем вы не занимается любая как бы какое-то регулярное погружение в процесс ну вот хотя бы вот но для терапии восемь сессий это вот на самом деле меньше она не будет иметь эффекта потому что там есть просто психологические как бы аспекты что произошла динамика и произошло как бы раскрытие то есть нужно 8 10 сессий поэтому 8 сессий это вот такой минимум для того чтобы произошла хорошая выраженная динамика в этом всем процессе вот но происходит действительно если вы погружаетесь в этот процесс то работа может происходить очень глубокой а и вот наташа пишет что этот курс стал дни настоящим источником источником инсайтов которые раскрылись передо мной я впечатлена возможностями этих карт и кстати наташа тоже продолжает эти карты делать и вот она как раз пишет я уверена что новые навыки и понимание полученные в ходе обучения будут полезны не только мне но и другим с кем я смогу поделиться своей творческой энергии идеями то есть многие участники кто тоже педагоги или арт-терапевты или просто терапевты кстати многие терапевты тоже могут брать этот метод на вооружение работать не только с маккартами но и создавать своим клиентами арт-карты конечно же этот метод для терапевтов и психологов тоже рабочий вполне вот и для педагогов потому что можно использовать приемы работы с арт-картами в работе с детьми безусловно можно использовать эту технику в работе в женстве с женскими комьюнити женскими какими-то группами и так далее они тоже очень хорошо работают поэтому действительно этот метод на мой взгляд он рабочий не только для вас самих вот для личной какой-то работы до для личного развития и терапия но и могут быть полезны вам как специалисты помогающих каких-то профессий направлений ну вот собственно говоря вот этими отзывами я хотела подытожить рассказ про курс но единственное чем конечно сказать потому что это всегда вопрос такой же трепещущий так сейчас перед тем как это сказать посмотрю в чате вопрос здрасте наталья спасибо вам большое хотела попросить показать хотя бы парочку этих загадочных карт хорошо марина сейчас покажу сейчас вот последний слайд про стоимость стоимость всегда всем интересен вопрос стоимости и не могу так сказать рассказываю про курс да обойти его мимо и потом я уже выключу презентацию покажу вам карты и отвечу на любые ваши вопросы в том числе если вдруг какие то есть вне темы курсы то конечно тоже можете задать и я постараюсь то что смогу ответить так тут вот процент процента образование этого курса курс стоит 39 тысяч но до 31 августа на него действует вот это вот где она действовала но вот сейчас мы специально для участников вебинара для этого как план эфира к этому эфиру вернули вот эту максимальную скидку 35 процентов чтобы если захотите загореть это чтобы вам было легче присоединиться приятнее это сделать но только если вы быстро будете думать потому что но мало того что скидка потом уже как бы станет меньше но еще и количество мест в группе ограничено поскольку там идет достаточно большая именно моя работа как специалисты которые требуют от меня довольно большого ресурса этой подготовка к занятиям и работа на самом занятии это для меня очень ресурсно затратный процесс и плюс я стараюсь как бы проявлять индивидуальный подход каждому участнику поэтому количество мест строго ограничено группа у нас небольшие 10-12 человек максимум вот и я вот стараюсь этого держаться вот поэтому место осталось не так много на самом деле и а чего складывается стоимость это вот два с половиной часа работы именно терапевтической работы плюс это педагогическая работа и подача вам метода которая останется с вами и если например и сравнивать расписать посчитать да сколько стоит одна сессия одна сессия получается стоит вот если со скидкой то всего три тысячи рублей напоминает а сессия не час то есть работа психотерапевта она обычно исчисляется часами и сейчас принципе да очень многие работают с терапевтами эта информация не секретная что примерно один час работы с психотерапевтом любого направления в среднем стоит от двух до шести тысяч рублей иногда может быть чуть дешевле работа в группе обычно в группе работы стоит не меньше чем как бы индивидуальный там просто свои специфика работают групповая дает как бы свои преимущества индивидуальной работы свои преимущества но работа в группе от специалиста она обычно не менее энергозатратная чем при личной работе И поэтому здесь разницы в стоимости обычно нет. Ну, максимум может быть от полутора тысяч. Вы, может быть, найдете какие-то варианты. Но в среднем это вообще 2,5-3 тысячи. Это один час. А у нас один час работы на тренинге, если со скидкой в 35%, то получается вообще всего 1267 рублей. Это тот минимум, который я могла, честно говоря, себе позволить. Потому что я знаю, сколько это у меня заберет ресурса. Но учитывая, что такую поблажку, как онлайн-формат в какой-то степени, но и все-таки желание, горячее желание познакомить вас с этим методом и показать, какой он вам классный, я вот, скажем так, для себя рассчитала некий порог, который все-таки будет и для меня приемлемым, и для вас наименее затратным. Вот поэтому, на мой взгляд, цена, ну, очень лояльная. Возможно, мои коллеги-арт-терапевты сочтут даже ее демпинговой в какой-то степени. Вот, поэтому ловите момент, возможно, такой цены больше не будет. Курс, я надеюсь, тренинг будет продолжаться, да, но, возможно, уже такие, как бы, низкие цены я не смогу удерживать. Потому что, к сожалению, общая мировая тенденция все вокруг дорожает. Как ты не хочешь, как ты не стараешься держать, как бы, какие-то цены. Вот, но без ухудшения качества в определенный момент ты уже не можешь, как бы, содержать цены. Потому что, в том числе, чтобы поддерживать качество своих образовательных проектов, я сама тоже очень много вкладываю в свое обучение, и в выставочную деятельность, и в какие-то тоже мероприятия. И тут, вот, как бы, тоже очень важно находить вот этот какой-то баланс. Вот, поэтому вот на этом слайде я постаралась все очень прозрачно расписать, да, сколько стоит одна сессия, то есть два с половиной часа, сколько стоит один час работы в группе со мной на этом тренинге. Вот, а вы уже принимаете решение. Вот, можете принять, я думаю, решение, насколько это вам актуально, насколько вам интересно и ценно. Вот, и еще есть три места там точно есть. Вот, там, по-моему, два человека были, ну, в резерве, но там еще, может быть, под вопросом. Вот, но три места точно есть. Вот, поэтому решайте. И, конечно, буду рада, если вы присоединитесь, потому что я всегда, опять-таки, почему тоже вот и скидку, например, я держу подольше, потому что, конечно, я хочу, чтобы набралась группа 10 человек, не потому что мне нужны деньги за 10 человек, а потому что, по моему опыту, вот, когда мало людей в группе, это тоже немножко снижает эффективность. Вот это вот количество 7-10 человек, это такое хорошее количество для того, чтобы создать хорошую атмосферу групповую именно, чтобы сработали определенные групповые приемы работы. Потому что, безусловно, на прямых эфирах я использую и для настроя определенной практики групповой работы, и там, конечно, они хорошо работают при определенном количестве человек. Когда на эфир приходит 2-3 человека, это уже превращается больше в индивидуальную работу, некоторые групповые приемы там уже не так эффективно работают или вообще не работают. Поэтому, да, я очень заинтересована, чтобы у нас собралась хорошая такая крепкая группа, полноценная. Вот, поэтому стараюсь, вот, предлагаю вам тоже максимальную скидку для того, чтобы вам тоже это было приятно и комфортно, и чтобы у нас набралась классная группа. Вот, так что присоединяйтесь. Ну, на этом презентация на самом деле закончена. И сейчас я выключу демонстрацию экрана. Так, смотрю, уложилась ли я в тайминг. Так, отлично. Я к вам вернулась. Покажу свои карты. Вот, это вот, кстати, из последних. А каждая карта, которая создается арт-карта, она имеет свое имя. Да, это, как я уже сказала, некий такой небольшой отпечаток вашей души, след вашей души, ваша какая-то сторона души. И кто был на курсе, тот знает, что с этой стороной можно побеседовать, да, что у нее есть свое имя. И само, и когда мы даже называем эту сторону, то это может очень о многом нам говорить. Вот, мы ведем с участниками группы журнал рефлексии, потому что иногда сразу то, что ты записал по работе с картой, и потом сейчас какое-то время для тебя становится вдруг заново открытием. И вот, например, я сейчас смотрю на эту карту, я вот не помню точно, как она себя назвала, например. Но у меня есть журналчик рефлексии, и я могу посмотреть по номеру и увидеть, что вот эта карта, она представила, что я та, которая выходит из тени, например. Вот. А это чудесная карта с хомяком, да, про взаимоотношения с деньгами, например, и работой. Вот эту вот карту очень люблю, карта про как раз женскую сущность, да, про женскую проявленность. Вот эта карта ресурсное место. О, вот это очень классная карта, которая организует, я та, которая организует. Карта-организатор. Вот, это такая моя сторона, которая занимается слонами. Причем, чем больше слоны, тем лучше, чем их больше, тем тоже лучше. И она дает им всем воды. При этом мне что очень тоже нравится в этой карте, вот эти вот детские образы. Они тоже для меня очень знаковые. Можно, кстати, в арт-картах использовать и свои изображения, свои фотографии или распечатки своих фотографий. Вот, например, карта, да, здесь я использовала распечатку своей фотографии. И у меня еще одна такая карта есть с моей распечаткой. Вот, карта «Я художник», в общем, которой я исследовала свою, как бы, творческую идентичность как раз. Кстати, эта карта раскрывается для меня до сих пор. Я вот буквально на последней сессии со своим психологом, да, арт-терапевтом вспоминала эту карту, потому что вот эти вот сосуды, наполняемые с палитры разным содержимым, они для меня до сих пор раскрываются. Что это, как это у меня происходит, и что я от этого получаю в своей жизни, и что мне с этим дальше делать. Тоже очень интересно. Вот, кстати, тоже интересная карта. Это мой внутренний критик, между прочим. Вот такой у меня внутренний критик. Вот тоже такая карта интересная. Мадмуазель. Я ее сделала с участницами как раз живой группы. Когда мы с живой группой занимались, иногда, как бы, я делала с ними какие-то карты. И тут у меня практически гамлет в женском обличии получился, но с забавными пончиками. Я, кстати, точно уже не помню тоже, как она звучала. Сейчас я посмотрю. Процесс создания этих карт тоже очень все интересно. Ну да, правильно я сказала, гамлет. Я та, которая плюет на смерть. Вот так. Вот такой интересный образ. Но очень сильный. Так, сейчас, одну секундочку. Да, Тимош? Да. Да, но у меня эфир сейчас идет. Дверь на ключ закрыта. Так. И вот, кстати, самая последняя карта тоже вот покажу. Очень получилось нежно. Это карта про женской комьюнити как раз. Про подружек. Ну вот, фактически, я вам показала арт-карты. И, честно говоря, немножко даже почувствовала себя так уязвимо, конечно. Потому что вот в этих картах, конечно, очень, как бы, действительно искренне раскрываются какие-то внутренние вещи. И показывать, поэтому я и говорю, что это не совсем маг-карты. Вы не сможете, да, с этими картами работать с другими людьми. Потому что даже вот я вам сейчас показывала карты. И некоторые карты мне даже тяжело было читать, как они себя называют, да. Потому что это сразу очень сильно открывает какие-то, как бы, мои внутренние какие-то моменты, да. Очень-очень нежные, очень такие чуткие. И фактически, ну, это какие-то такие темы, которые мы не готовы перед всеми открывать, да. Но которые, открывая которые в картах, мы вот этим вот шагом, мы для себя очень многое открываем, безусловно. И вот, как я уже говорю, что вот многие карты. И я даже, у меня вот, я не знаю, видно, да, вот видно, одна карта висит. Я пользуюсь этими картами как инструментом для вдохновения. Для, вот как Елена писала в отзыве, для совета. Да, да. То есть, фактически, я сама у себя, как бы, у своей частички души, которая проявилась в этой карте, могу получать поддержку, совет, напутствие, вдохновение. Кстати, я вам сейчас покажу. Я, когда готовилась к эфиру, я, опять-таки, обратилась к своей колоде карт, да, за вдохновение. Какая, как бы, карта, какая часть моего внутреннего мира будет мне помогать в подготовке к этому эфиру, будет мне помогать в проведении этого эфира. Вот, смотрите, кто вышел. Это тоже такая карта, очень сложная. Я, когда на неё смотрю, я сразу вспоминаю вот этот вот мультик советский, помните, про подводного царя, который мальчик хотел себе оставить. Там была такая русалка поющая. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём. Вот она мне очень напоминает эту диву морскую. При этом и что-то испанское в ней, безусловно, есть. Немножко фламенко. Но фламенко – это, конечно, такая буря эмоций. Я один раз, ну, вот это был прям вот один такой концерт, где я прям испытала это огромный тоже вот этот инсайт эмоциональный от этого действия. Я даже не знаю, танцем не назовёшь. Это целый спектакль. Что, да, до сих пор когда вспоминаю, аж прям мурашки. Вот. Ну, вот очень много в наших эмоциях и в наших творческих проявлениях эти эмоции просачиваются, безусловно, раскрывают. И они раскрывают. Ну, вот как раз, да, может быть, в картинах мы чуть сложнее, да, мы не так напрямую раскрываемся, как вот при создании таких арт-карт. Может быть, чем-то более завуалировано, да, не так прозрачно. Вот. Но с другой стороны, когда мы вообще через создание этих арт-карт именно как художники в какой-то степени научаемся вот этому методу раскрытия и проявления своих эмоций, понимаем, как наши эмоции могут проявляться в цвете и в образах, и как это вообще всё может сочетаться, это даёт тоже очень интересные инсайты в творчестве. И вот я после тоже вот этого метода арт-карт, я свои картины, ну, совсем на другом уровне создаю, можно сказать. Вот я стала в них, в своих картинах эмоционально более обнажённая, если можно так выразиться, более открытая. И с другой стороны, как бы я знаю, как бы, как это сделать, да. Поскольку я делаю это уже осознанно, я знаю, как это сделать в рамках для меня приемлемых. Вот. А вот это вот найти для себя грань творческому человеку, вот этот уровень раскрытия и закрытости – это отдельный инсайт. Вот. Ну и, конечно, вот это вот тоже я надеюсь, что у всех участников курса, кстати, вот те, кто был, поделитесь. Вот у нас сейчас всё уже практически, у нас эфир закончен. Мы сейчас можем просто поговорить. на, как бы, ну, что бы, может быть, самое главное вот в этих картах для вас было важным, что, например, до сих пор для вас работает. Вот интересно. Если можете поделиться... Таня, да-да-да, выключайте микрофончик. Вот она со мной, вот рядом тоже, ближе, чем у вас. Ну, она простая, ну, я не знаю, она меня прям как магнитом притягивает. Сказать, что это вместо силы, ну, это, наверное, неполно будет. Сказать, что это ещё и подруга, я не знаю, ну, это какое-то такое вот объёмное и глубинное, ну, вот она всегда со мной. Поэтому... Эта карта, она практически стала таким вашим сопровождающим на этот период, да, в жизни? Да. А что вы в ней больше всего черпаете? Почему она вот рядом с вами? Что она вам даёт такого? Ну, наверное, контакт какой-то, уменьшение чувства одиночества. Ну, не одиночество, не то слово, ограниченности, скажем так. Потому что ситуация, что она вынужденная такая, она меня поддерживает и его как бы расширяет немножко. И для меня это важно сейчас. Хотя у меня ещё появилось желание достать свою коробочку и посмотреть ещё, почувствовать. Поэтому... Да, кстати, вот я часто... Я постоянно практикую вот этот приём, когда знакомство в колоде. Когда я делаю новую карту, мне прямо всегда интересно, кто её встретит в моей колоде, уже существующих карт. И на самом деле, когда там вот это вытаскиваю всегда вслепую, мне так интереснее. И обычно вот те карты, которые из старых вдруг случайно выпадают к этой карте, вот кажется, что я их... Я каждый раз сама всем говорю, что нет, это всё научно, это всё обосновано, это всё основано на эмоциональном уровне, на интуиции. Но сама я всё время как ребёнок думаю, ну надо же, ну как так попадает? Случайно вытаскиваешь две карты, а они... Я понимаю, что это всё же части одного целого, поэтому какую бы я карту не вытащила, в тот момент она что-то подсветит для меня главное в этой последней карте. Но всё равно это всегда происходит как некое такое чудо, ты достал случайно, оказалась прямо в точку, в точку, подсвечивает какие-то такие, дополняет эту карту, какие-то такие моменты важные, вдруг фиксируешься. И это, конечно, потрясающе, вот как это работает. И несмотря на то, что я говорю, я всё это могу объяснить и разложить, как бы, да, но не перестаю этому факту удивляться. Хотела сказать, что я сейчас немножко психологию изучаю. Вот, когда я была на курсе, я как бы минимум там информация была. И, может быть, подвиг к дальнейшему погружению в тему, да? Ну, да, это тоже, конечно. Я не очень как-то это осознавала. Ну, да, да, я говорю, ну, конечно, Наталья, я с вами согласна, но я тут поколажу, я поколажу, мне когда-то интереснее. Но сейчас уже что-то пройдя, и то, что вы говорите, я говорю, ну, ведь это тоже так, то есть так оно и есть. И, может быть, если это что-то непонятное, какие-то, кажется, научными словами какими-то, и, ну, отвлечённые, может быть, от коллажика, но это действительно имеет место, и это действительно всё так, и это работает. Спасибо. И прислушиваться к себе, ну, как бы, ну, так повнимательнее, потому что чем больше внимательнее, тем больше у тебя будет инсайтов. Это точно. Согласна. Спасибо, Таня, что поделились. Я рада, что вы продолжаете исследовать какие-то важные для себя вопросы и темы. Это любая, как бы, любое погружение в то, что тебе интересно, важно, ценно, оно обязательно не проходит даром. Оно приносит очень много. Правильно, ты же задаёшь вопрос-то, ответ-то приходит, и не всегда ты уверен, что вот именно отсюда придёт. Он может прийти оттуда и оттуда, только не мешкай, а ушки на макушке держи, и смотря откуда это придёт. Будет тебе радость. И будет тебе радость. Да, кстати, вот, ну, действительно и здорово, что творчество, оно даёт, творческий процесс, да, он даёт возможность настроить чуткость, в том числе вот эту вот чуткость взаимоотношений со своим внутренним ощущением, чуткость уха внутреннего такого, чуть больше себя слышать и понимать через свой творческий процесс. Спасибо, Наталья. И вам спасибо, Наталья, что поделились. Я рада встрече. Взаимно. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Или кто-то ещё хочет чем-то поделиться? Лен, что-то скажете? Я хочу, ну, похвалиться, да, я была участницей самой первой группы. Видно, да? Да. У меня сейчас пока 25 карт, но они у меня все любимые. И вы, Елена, же меня обогнали. Что-то у меня... Я очень обожаю. Иногда я вот просто выбираю на день себе любимую карту, и она вот как талисман у меня. Просто вот бывает по настроению смотрю и заряжаюсь ей. Но тут по настроению. Хочется мне весёлого настроения. Выбираю весёлую карту. Это, по-моему, карта у меня «Защитник». Вот эту карту я, помню, делала у меня тогда зуб болел. Я помню, такая зубастая. Я её тоже очень люблю. Когда погрустить хочется. Это вот, наверное, карта «Мыслитель». Что-то она мне какая-то... Я как раз Бена очень классный момент отметила, когда погрустить хочется, да? О том, что вот это тоже карты нам помогают себя увидеть очень-очень разными и принимать разными. Это вот мой внутренний критик тоже такая. Помню, выбирала образ. А вот того человека, который вот всё время любит меня критиковать. Ну и много. У меня они у меня все любимые. Такая вот, по-моему, про путешествия я вот сейчас не помню. Это, кстати, очень хорошо, Лен, что они все любимые. Это про принятие себя. Да, вот это вот карт вопрос. Она ещё мне не очень отвечает до сих пор. Почему? Буквально. То есть она по-прежнему ещё остаётся загадкой. Знаете, вот одна из самых первых. Наверное, я творец тогда вот с неё начиналась в основном. Очень люблю этот курс. Он один из самых моих любимых. Спасибо, Наташа. Спасибо, Лен, что поделились, показали свою колоду. Ну, слушайте, я так рада, что у вас такие объёмные колоды. Вот. Думаю, надо мне тоже почаще как-то пополнять мою колоду. Вот, хотя вот сейчас вот я реально как бы после... Ну, вот, когда у меня какие-то... Я сейчас очень часто делаю карты на ситуации, когда какая-то сложная ситуация, сложное эмоциональное состояние. И я делаю карту, и действительно мне очень хорошо помогает проработать вот это... Понять своё состояние, почему, что, чего не хватает, где это искать и брать. Вот. И действительно эффективно работает. Вот. Если, друзья, у вас какие-то вопросы по методу ArtCard, по курсу, или, может быть, в целом по арт-школе, то у вас есть возможность их задать. Можно написать в чат, можно включить микрофончик и задать вопрос голосом. Любым способом. Поскольку прямой... Наташа, можно немножко рассказать вот про международную онлайн-выставку Энкаустики? Которая сейчас будет? Да, в двух словах хотя бы. Можно. В 2025 году, первая неделя сентября, я не помню, прям с первого сентября или нет, но в Торонто, в Канаде, планируется международная конференция по Энкаустике, где будет... Она будет проходить в течение недели. Там запланирована очень большая программа с демо-мастер-классами, с мастер-классами с участниками. Предполагается много гостей, много мастеров, кто приедет, да, для обмена опытом. И мне посчастливилось, что стать участником... Ну, я надеюсь стать... Я планирую, скажем так. Меня пригласили быть инструктором на этой конференции. Вот. Поэтому я сейчас активно, конечно же, включена в этот процесс. И в рамках подготовки к этой конференции организаторы в поддержке, да, и в том числе, как любая конференция тематическая, она призвана привлечь внимание к этому медиуму, к этому технике, да. То есть привлечь внимание к Энкаустике, показать Энкаустику на международном уровне, здесь, сейчас, какая она, да, какие есть техники, какие есть мастера, в каких странах работают. Вот. Поэтому всегда очень интересны такие события. И вот весной проходила уже первая онлайн-выставка. Онлайн-формат выбран не случайно, потому что участие в живых выставках всегда связано с отправкой работ. И вот многие из моих учеников, кто уже участвует в выставках и в клубниках. Анжела, вот, ну, ее, наверное, сейчас нету, но она знает, что как отправлять работы на выставку, это отдельный, это отдельная статья расходов и проблем. Причем проблемы бывают самые разные. Вот у меня, например, последняя проблема с выставкой в Венгрии осталась неразрешенной, и моя работа, которую ты отправила, она не только не поучаствовала, она вернулась, ну, слава богу, вернулась ко мне обратно. Но в выставке так и не поучаствовала, несмотря на то, что я отправляла. Поэтому, конечно, это затратно и это проблемно. Онлайн-формат позволяет принять большое количество работ от всех желающих, вне зависимости от того, из какой страны, потому что, например, из России сейчас тоже довольно проблемно куда-то в некоторые страны отправить что-то, предположим. Или там еще из каких-то стран. Плюс банально расстояние почтовые курьерские службы, например, там, я помню, когда в Грузии была отправка Федексом в Ирландию, как раз вот тогда мы с Анжелой отправляли выставки на очную, международную конференцию по инкаустике. Так вот, Федекс запросил 500 долларов за маленькую работу на бумаге отправить. Ну и, понятное дело, что при том, что тебе, хотя на таких выставках бывает, что работы продаются, но это не правило, и наоборот, как правило, они не продаются. Как правило, эти выставки имеют больше такой, именно презентационный характер. Да, вот как бы выставиться, показать, посмотреть, контакты, натворки. Вот, и, ну, не у всех художников есть возможность, да, вот, даже вот по бюджету поучаствовать в живых таких выставках. В онлайн-выставку вход минимальный по затратам, отправлять ничего никуда не надо, надо просто сделать качественную фотографию своей работы, вот, заполнить информацию, конечно, конечно, заполняя информацию, тоже вам вас может занять так несколько часов, особенно если у вас не подготовлены какие-то тексты, описания работают, вы можете долго с этим провозиться, но, тем не менее, все равно, это, скажем так, ну, день работы на оформление заявки и хорошая фотография. Ну, непосредственно у вас должна быть какая-то работа. Вот, причем, кстати, для онлайн-выставок еще один есть плюс, если у вас эта работа уже где-то выставлена или кому-то подарена или продана, она все равно может поучаствовать в выставке, потому что вы же только фотографию отправляете. Вот, поэтому онлайн-выставки это всегда очень, так, очень удобно, очень комфортный формат. И сбор регистрационный, да, вот на эти выставки, он обычно очень низкий. Единственная проблема, что поскольку это международная выставка в Канаде, организаторы в Канаде, то там оплата зарубежными картами, вот этих вот взносов. И мне писала одна моя ученица по энкаустике как раз уточняла вот этот вот момент, что да, если получается у вас нету PayPal-а там или зарубежной карты, то это надо либо кого-то искать, там, родственников, друзей, кто сможет как бы заплатить этот регистрационный взнос, там, либо еще что-то. Но, в общем, российские карты вот сейчас там не работают, к сожалению. А так в остальном, даже по... То есть не надо быть каким-то профессиональным художником. Нужно просто прислать работу в технике энкаустика. Поскольку это выставка посвящена энкаустике, то они принимают работу в технике энкаустики. Причем, поскольку это в рамках конференции, то они очень лояльные. То есть жюри очень лояльные. И там, по-моему, отказывают, только если это не по теме просто работа. Не по теме. Или, ну, я же не... Как бы совсем не соответствует, скажем так, требованиям выставки. Вот. А в целом, если эта работа выполнена в энкаустике, вот, не содержит там каких-нибудь там, скажем так, запрещенных организаторами там тем, связанных с международными там нормами и так далее. Вот. Если ничего запрещенного в этой работе нету, и она в нужном медиуме, то, как правило, все работы принимаются. И получается очень большая масштабная онлайн-выставка. Даже если вы не сможете поучаствовать в этой выставке, то я вам очень рекомендую посмотреть. Потому что посмотреть ее тоже будет очень легко. Она будет выложена на сайте. Она будет... Работы будут выложены, открыты целый месяц. Весь сентябрь будет идти. Плюс организаторы, если вы знаете английский, они приглашают в Zoom на открытие, на мероприятие открытия тоже. Такая типа конференции. Вот. Ну и на сайте можно будет посмотреть в хорошем качестве изображение работ, почитать описание, концепцию автора. Очень тема такая прям актуальная. Близкая-далекая. Близкая-далекая. Вот это вот близко-далеко. Это то, что... Это можно к чему угодно отнести. И к расстояниям, и к внутреннему, и внешнему миру, и к городам, и странам, и к людям, и к темам. Поэтому тема такая очень объемная. Я думаю, будет много интересных, скорее всего, работ. Плюс интересно всегда смотреть... Многие работы, которые продаются, да, они могут с ценой стоять. Поэтому вы можете посмотреть, сколько в целом работы в этой технике, в зависимости от размера, стоит. Это тоже интересная информация. Посмотреть на разных художников. Потому что вот в весенней выставке был очень разношерстный состав. Были прям художники с именем уже, довольно известные. И были прям художники вот из серии как бы любителей, начинающих. Но тоже было очень интересно. Очень много было интересных идей и приемов каких-то работ. Вот я сама с удовольствием посмотрела, какие были работы сделаны. Ну да, возможно, как бы не все нравится, но так и не должно быть, да, что кому-то одно нравится, кому-то другое. Вот. Но посмотреть есть на что. Вот. Поэтому кто... У кого есть работа в технике инкаустика и кто может оплатить оргвзнос зарубежной карты, то дедлайн 15-го, то бишь завтра. То есть вот сегодня и еще завтра можно отправить работу на эту выставку. Но я думаю, что, скорее всего, поскольку конференция будет в 25-м году в сентябре, мне кажется, что будет еще одна выставка, как минимум. Скорее всего, может быть, весной, а может быть, даже и зимой, кто знает. Но одна, мне кажется, точно должна быть в планах. Выставка. Поэтому, если вы в этой не успеете, можно попробовать постараться подготовиться, чтобы поучаствовать в следующей выставке. Вот. Что-то там продумать или доделать работу. Вот. Но вообще сейчас как бы open call по онлайн-выставкам очень много. И есть вот в школе микс-медиа, да, есть целый блог, где я рассказываю для начинающих про продвижение. И в том числе я там рассказываю, как искать open call. Вот. Ну и в России очень много open call по выставкам, в которых можно участвовать, по мероприятиям, по фестивалям. Сейчас тоже очень много интересных, таких смешанных мероприятий проходят, где и искусство, и какие-то... искусство, скажем так, не только изобразительные, где и танцевальные какие-то виды искусства, и вокальные виды искусства, и выставка изобразительного искусства. Таких сейчас очень много миксов, фестивалей интересных тоже, в которых можно принимать участие. Поэтому, да, это такая тема. Можно гуглить вот в ВКонтакте, например, да, очень много российских open call и доступных вот в арт-наградах. У них есть паблик ВК и в Телеграме. Можно смотреть конкурсов. В России сейчас очень много бесплатных для участия, без оргвизносов даже конкурсов, проходят всяких. Так что тут можно смотреть. Инкаустика, конечно, такая более специфическая тема для России. И в основном вот мы проводили, да, вот в нашей выставке отражение, которую проводили мы с группой MixMedia Art, моя студия и группой MixMedia Art в 2019 году. Вот там была инкаустика, представлена в онлайн-выставке. И вот то, что Юля проводила выставку, тоже международную онлайн-выставку по инкаустике, в каком году, я уже не помню. Там, где вот Лена, закат. Закат занял призовое место. Вот. Я от меня тоже участвовала. Наташа, а вы можете скинуть эту ссылку на эту выставку, ну, посмотреть, чтобы работали? Можно? Да, да, вы имеете в виду, когда она откроется, да. Но, кстати, та выставка, которую, вот я, ссылка, которую я в клубе скидывала на сам OpenCall, на этом же сайте они публикуют прям ссылку. Я что-то пропустила, наверное. Ну, я обновлю, безусловно. Конечно, когда начнется выставка, я еще раз об этом напишу, и обязательно науку смотреть, потому что онлайн-выставку можно смотреть из любого уголка Земли и без каких-либо препятствий. Поэтому, да, обязательно еще ссылочку опубликую. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, и если вопросов нету, то возвращаясь к теме нашего прямого эфира, который был сегодня посвящен открытию нового учебного сезона и началу арт-тренинга «Мой уникальный внутренний мир», в чате есть ссылочка для тех, кто хочет присоединиться и занять последние три места в группе. Присоединяйтесь. Конечно же, информация об этом курсе есть и в Телеграм-канале, и на сайте школы тоже ее можно найти. Если есть какие-то вопросы, пишите в аккаунт школы, в Телеграм-микс-медиа-арт или на почту школы тоже можно писать. Какие-то вопросы технические, там по доступам, по оплатам, если какие-то вдруг вопросы, проблемы, по рассрочкам оплат, вот тоже не стесняйтесь, пишите. И обычно Михаил, который у нас осуществляет техническую поддержку, он всегда максимально идет навстречу, и все там помогает разобраться. С доступами в плане там у кого-то какие-то тоже, если проблемы к уже существующим курсам, то тоже всегда пишите Михаилу, и тоже там, в общем, там это все решается. Ну тогда, раз вопросов больше нету, я была рада вас увидеть, была рада вам рассказать про этот курс еще раз и услышать выпускников спустя какое-то время. И очень приятно, что вы продолжаете работать с этими картами, они стали частью, можно сказать, в вашей жизни. Это здорово. Вот, я желаю вам хорошего вечера. И, безусловно, я с вами не прощаюсь, потому что мы продолжаем встречаться в клубе, в прямых эфирах. Уже завтра у нас будет практика в артбуках, в прямом эфире. Поработаем тоже в Zoom. На следующей неделе у нас будет, кстати, арт... В субботу? Завтра, завтра у нас артбуки. У нас две практики в августе. У нас сейчас в клубе две практики в месяц. Я как бы уменьшила же разговорные, мы чаты уменьшили до одного, но я прибавила видеопрактику. И у нас, получается, завтра, в четверг вечер, мы делаем практику в артбуках, разворот, а через неделю в субботу мы делаем как раз арт-карту мой внутренний хвалитель. Что мы все к хритике. Займемся хвалителями. А завтра что будет? А завтра мы сделаем какой-нибудь ресурсный просто разворот, поработаем с какими-то материалами, просто практика, микс-медийная в артбуке будет. Я утром, ну сейчас я уже не полезу просто в телефон, потому что уже все. Надо включить режим отдыха. А завтра с утра я в чат клуба еще перечислю. Но все стандартные наши материалы. Какие-нибудь кусочки бумажек, красочки, конечно, акриловые. Вот, хочется какие-то там... Просто посмотрите свои материалы на полочке. Вы посмотрите, так полистать. Ой, какая бумажка красивая. Давно хотелось ничего-нибудь сделать. Или вот у меня кусочки тут собирала-собирала. О, надо их взять. Или как бы, о, вот трафаретик недавно прикупила. Берите. Вот все, как бы что откликается на полочке с материалами, с чем хочется поработать, берите и завтра поработаем. Вот, спасибо за эфир. Интересно и познавательно. Спасибо вам, Надежда, за обратную связь. И спасибо еще раз всем, кто пришел на сегодняшний эфир. Вот, и до встречи в новых эфирах, в новых форматах. Пока-пока. До свидания.